МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы жили на проспекте Стачек-85, за Нарвскими воротами. И тут же рано утром тревога. И, значит, по радио начинают объявлять. Всех, кто военнообязанный, нужно идти в военкомат. Ну, ясно, отец военнообязанный, он еще молодой, он 8-го года, он 34 умер, и он уходит. Ну, мы ждем, нас же трое, грубо, это, три сестры. Ждем-ждем, нету-нету. Он приходит поздно, меня забирают в армию. Ну, мне нужно идти, значит, это самое, брать справки, что у меня столько детей, что у меня жена умерла, ну, мама, что умерла, значит, вас оставят здесь, в Ленинграде. Ну, он ходил, ходил, потом пришел, расплакался. Ну, короче говоря, его не забирают, оставляют в народном ополчении. Ну, еще было неизвестно народное ополчение сразу с первого дня, а уже как прошло немножко, он работал на Кировском заводе, мама на Ждановском заводе работала. Ну, и потом приходит, говорит, меня оставили, но только я буду работать на заводе и день, и ночь, и там будем жить. Отработаем, танки выпускали, отработаем, и тут же на народное ополчение, тут же с Нарских ворот до Дачного сделали баррикады, двух сторон, чтобы туда. И уже с Нарских ворот нельзя туда было и ходить. Нам дали квартиру на Большой Подьяческой в Октябрьском районе, дом 19. Вот. Недалеко там от Невского, от Летнего сада. Ну, и мы же остались, начались карточки. Ну, спрапа, понемножку больше давали хлеба. А потом все, и он, ну, приходил иногда на субботу, на воскресенье, а другой раз только на субботу на одну приходил. Такие страхи были. У нас бомбежки было столько, что вообще не понять, какая это бомбежка была. По столько раз, что мы вообще... А потом мы уже привыкли, спрапа, мы собирались и вещи кое-какие, и бомбобежки ходили. Там рядом бомбобежки ходили. А потом что ходить? Все равно смерть. Уже все. Перешли на 125 грамм хлеба. Нету ничего, ни есть, ни пить. А нам, мне еще, как я, старшая самая осталась, нету ни родителей, никого. Здесь тоже людей, здесь эти квартиры остались, тоже старушки там жили. И все, больше нет никого. И так я осталась почти сама. Потом прошло сколько времени, год прошел уже. Ну, в 42-м году, где-то в марте месяце, отец пришел опять это. Ну, это длинная история, все рассказы, подробности. Это целый роман их. Он пришел, это самое... Не пришел, а, в общем, удрал из госпиталя. Его ранило. И потом там же кушать же не было чего. Вот, им кормили дрожжевым супом. Дрожжи, разведенные водой, дрожжевым супом. И у него образовалась дизентерия. Вот. Когда он прибежал или пришел, или как, трамвай уже не ходили, ничего, все было закрыто уже на военный период. Он пришел и говорит, что я, наверное, уже больше не буду ходить. Когда-то за ним скорая приезжает. Чего вы сбежали? А он так и говорит им. Знаете что, вы скажите мне точно, буду я жить или нет? Если буду, я буду бороться. Может, как-то что-то такое получится. А ему говорят, если бы это было мирное время, даже разговора не может быть. И сейчас, в такой период, вас даже с Ленинграда не вывезут. Потому что бесконечные бомбежки больше уделяются всему народу, не только одному человеку, то, говорит, навряд ли что. Ну и он, видать, опечалился. Ну как это, мужчина тоже взрослый, ему же, конечно, жалко. Он меня попросил закурить. Я говорю, да у нас же нету, папа, курит. А ты возьми, нарубай дрови. Одна шпалы были такие. Он был там на тракторе иногда работал. Шпалы. Я вязаночку сделала, пошла, поменяла на две или на три сигареты. Пришла, дала ему. Одну ускурил, потом другую ускурил. Потом мы легли как будто спать. Утром просыпаемся, его нет. Я вышла в коридор. Там вообще у нас кухня была на 10 человек. Спрашиваю, что же мне с папой делать? А они постояли, но они старше. Я-то, конечно, сопля была. Вот, они старше меня все. Говорят, что ну что, посоветую тебя, чтобы пойти в ЖЭК заявить. Если бы ты видела, как... Это не так, это так уже судьба. Все ж тощие, все худые. Надо же кому-то защищать. Ленинград весь в опасности. Мы же его так любим, этот город. Это наш родной город. И так это самое... Кто умер, выкидает прямо с этого площадки в окно. Ну и видели, так же, ну откровенно так говорят, что... И они же замороженные все, это зимой же, холодно было, видели. А ну отец уже немножко, но все равно в апрель месяц был холодный. Вот. Говорит, упадет никак, разобьется. Я говорю, да-ка что, отнеси его в кухню. Давайте поволотим кухню, положим. Он полежит. А он как полежал, уже закостенел. Вот. Я говорю, а дальше что? Вот лежит он неделю. А дальше что? Надо же его помыть. Как помыть? Ну, я же не соображала тоже, как помыть. Но рассказали там чуть-чуть и одеть. Одела там, переодела, одела там рубашку, штаны. Вот. А гроб, гроб не купишь. В простыню встала, зашила простыню. Вывезла саночки, еще был холод. Вывезла саночки, Таню надела. Вот. Положили на саночки, привязали. И повезли на канонерскую, чтобы отдать, спалить его. Потому что, чтобы вырыть яму, это дорого очень стоило. Даже не такие, как я, сопля. Бо я ж ничего не знала. Ну, дитеж. Вот. А так сказали, отдать на канонерскую там. Ну, и мы приехали туда. На канонерскую везла. И каждый раз, когда... Может быть, и это точно я. Потому что нас было не узнать никого. Мы же холодно было. Закутывались такими байками одеялами. Одно мордочка наша была, видно. И руки замерзали. Муфту такую. Муфту тоже делали со всяких тряпок. Чтобы так руки держать. Вытащил руку чуть-чуть, подержал. И назад туда. Холодина до 40 градусов. Даже 44 было градуса. Ну, мы так отвезли. Зафотографировали. Каждый раз, я как приезжаю сейчас в Ленинград, показывают этот эпизод. И я в обморок падаю там. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры создавал DimaTorzok